Аллилуйя! Слава Богу, драгоценные друзья! Также я передаю огромный привет всем тем людям, которые смотрят и будут смотреть нас по каналам ТБН и Вера24. И всем друзьям и партнерам огромное благословение. Спасибо за то, что вы смотрите, спасибо, что вы участвуете в этом большом деле. Аминь. И, кстати, я, знаете, очень сильно люблю наблюдать, ну, с недавних пор, наверное, начал это делать, наблюдать служение от самого начала. От самого первого момента, когда человек выходит, служитель, и он приветствует церковь, он говорит слово Божие и потом прославление. И если ты хочешь понять, что Бог сегодня хочет сказать лично в твою жизнь, приходи с самого начала. Правда? И слушай абсолютно каждую проповедь, потому что иногда в некоторых церквах есть такой обычай, что на прославление можно опоздать, можно поговорить, еще что-то, и прийти уже только на проповедь. Но я хочу сказать, что это большая ошибка, потому что если хочешь иметь благословение, приходи с самого начала, приходи заранее, для того, чтобы во всей полноте принять то слово, которое Бог приготовил сегодня для церкви. И я молился сегодня тоже и говорил, Господи, вот что сказать. И Бог вот как-то в сердце тоже проговорил, говорил о чудесах, да, и говорил о пророческом слове. И я думал, как это совместить все в своей голове. И когда, Сергей Владимирович, вы вышли и говорили о том, что от чудес нужно переходить как бы к делу, да, что наше человеческое начало и чудеса Божии, оно, когда это все в совокупности, тогда происходит движение, правда. И есть определенная тема моей проповеди, принцип всех времен. И мне всегда тяжело с названиями, но вот это название мне прям самому очень сильно понравилось. Вот. И я подумал, и, знаете, у меня вначале, вот я хотел бы сказать слава благодарности к Богу, потому что Бог, Он когда-то каждого из нас, мы были бедными, и Он обогатил нас, правда? Мы были немощными, но Бог нам дал свое здоровье, правда? Мы были грешниками, но Бог дал нам свою святость. И в моем сердце настолько благодарность к Богу, но порой смотришь, что-то происходит такое в жизни, ты встретил Бога, ты влюбился в Него, и твоя жизнь, она как-то наполнилась другими красками, но проходит время, знаете, как будто что-то стирается, ты приходишь в какую-то определенную закономерность, утро, молитва, работа, дела, служение, воскресенье, и вот так вот дни за днями отлетают, и твоя жизнь, она становится какой-то предсказуемой. Но Бог сделал нашу жизнь насыщенной и счастливой. Аллилуйя! Я не перестаю удивляться Ему всякий день. И также, знаете, я не перестаю задавать вопрос. Господи, как это все сохранить? Как сохранить отношения с Тобою? Где мне находить эти источники? Где мне черпать? Ну да, есть Слово Божие, но что-то в жизни происходит, затягивает тебя, и ты порой теряешь вот эту связь. И я бы хотел прочитать текст один. Деяние 2 глава, 42 стиха. Вы помните, что Деяние 2 глава, это как раз именно та глава, которая говорит о сошествии Духа Святого на учеников. Помните? Когда они были вместе в храме, да, то Дух Святой сошел на них. Но 42 стиха написано, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и преломляя по домам хлеб, принимали пищу веселей и простоте сердца. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых. Аминь. Такое место Писания очень своеобразное, правда? Говорится о первоапостольской церкви, но когда читаешь, я не знаю, как вы, но мне нравится первая часть этого отрывка. А вторая часть, она какая-то более охота, слова вот эти, которые говорят о том, что они продавали имение и раздавали, и делили все, и все у них было общее. Хочется быстро прочитать, не вникая в смысл. И потом уже закончить тем, что они были в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых. Но в этом тексте я, знаете, вижу определенную атмосферу, атмосферу, которая царила и была между людьми, в отношениях людей. И написано, что эти отношения, они были особенными, правда? Люди жили в простоте, и кто имел нужду, они были способны покрывать эту нужду. Сегодня я вижу, ну, к примеру, да, я не могу знать точно, как здесь происходит, но на примере нашей церкви я вижу, что мы настолько стали заняты, настолько мы торопимся куда-то, домой, дела, дети, еще что-то, что у нас нет времени остановиться, просто поговорить, вникнуть. Иногда порой даже мы спрашиваем, как дела, и пролетаем мимо. Я помню, как-то я приехал на конференцию в Омск, и, ну, не буду говорить имена, и я помню, мы с женой выходим с машины, и смотрим, брат еще один паркуется, и, знаете, и мы так рады его видеть, что мы не видели столько времени, год или два, и он, привет, как дела? И хотелось сказать ему в спину, ну, как бы, как дела у нас на самом деле, но он настолько сильно торопился, что я понимаю, что сегодня эта проблема, она по-прежнему есть в церкви. И моя проповедь не о том, чтобы решить эту проблему, моя проповедь о том, чтобы нам вспомнить о некоторых принципах, которые были заложены в Первоапостольской церкви, те принципы, которые влияют на атмосферу в собрании, и сегодня, ну, по крайней мере, в нашей церкви мы стараемся, мы стали более отзывчивыми друг к другу, мы стали более, как-то время и внимание друг другу больше уделять, и это начинает работать, это начинает объединять нас, это начинает действовать, и я вам хочу сказать, что вот эта атмосфера Первоапостольской церкви, она действительно приносит плоды, те люди, которые будут приходить, или которые будут иметь общение, которые будут, у которых вы будете на виду, они будут брать пример с этого, и это будет привлекать их, и Дух Святой будет действовать в их жизни. Ну, можно сказать, да, ну, у нас как бы не так, это у вас там в Москве, у нас здесь проблем больше, работа, коммунальные платежи, еще что-то, ипотеки, кредиты, нам здесь тяжело, но я вам хочу сказать, что проблемы везде одинаковые, во все времена, правда? Просто сегодня немножко мир стал более современным, вот. И значение эпохи апостолов, да, когда Иисус Христос, Он вознесся и пришел Дух Святой, вот это время стало другим, когда Дух Святой сошел на церковь, это время стало другим, и это время продолжается и по сей день. Ну, аминь или нет? Словами Сергея Владимировича сказал, аминь или нет. Я стараюсь, знаете, не смотреть его проповеди, потому что я потом начинаю обнаруживать, что Он во мне начинает проповедовать. Я говорю, нет, я буду проповедовать, я другой. Вот. И знаете, так, я понимаю, вот читая этот текст и думая об этой атмосфере, я думаю, вот что, что Отец Небесный хотел бы нам передать. Ну, мы все знаем Иоанна 3,16, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Аминь. И мы знаем этот текст. Мы знаем, что Бог очень сильно любит нас. Ну, я когда думал об этом, я думаю, ну, вот какой еще пример привести? Какой текст из Писания, который бы действовал, который бы показал мне лично, да, и мне и вам, показал отношения и сердца Отца, вот что Он хочет передать нам? И Еремея, 24 глава, с 4 по 7 стих написано, «И было ко мне Слово Господне, так говорит Господь, Бог Израилев, подобно этим смог вам хорошим, я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из сего места в землю халдейскую, и обращу на них очи мои во благо им, и возвращу их в землю сию, и устрою их, а не разорю, и насажду их, а не искореню, и дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, а я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим». И я понимаю, насколько Бог нас любит. Он хочет, знаете, сделать для нас благо, не зло. Он хочет ходить в нас, Он хочет иметь общение с нами. И вот эту атмосферу имела первоапостольская церковь, когда они приняли вот эту благодать, прощение через Иисуса Христа, и что-то изменилось, и они стали более открытыми, не закрытыми друг от друга, а открытыми. В наше время так сложно быть открытыми и искренними, правда? Как бы кто ни позавидовал, как бы кто тебя там ни, косточки тебе не перемыл, лучше молчать, лучше не говорить, лучше рот на замке держать. Но в первоапостольской церкви было по-другому, они были открыты. Знаешь, есть нужда. Нуждаешься в исцелении. Ты говорил, и церковь молилась, и были чудеса, были знамения, были пророчества. И если кто имел нужду, люди с открытым сердцем делились тем, что у них было. Есть нужда. Давай поддержим, давай приедем, поможем. У нас снегом в Москву замело, и у нас проблема целая была, потому что я думаю, утром, не утром, вечером, думаю, в воскресенье в церковь ехать, пойду, лопату купил, вот как будто чувствовал, что снега будет много, купил лопату, поставил в одном секретном месте под замком, потом дал в управляющую компанию ключ, чтобы поставили счетчики, и они мне ключ вернули, говорят, счетчики поставили, пришел, ни лопаты, ни двери. И как бы, я думаю, то ли снег повлиял, то ли лопаты нынче в цене. Вот, и вы слышите, что Бог говорит? Дам им сердце, обращу на них очи свои во благо, они будут мои, я буду их Богом. И Он всегда хочет сделать для нас что-то такое, чтобы мы имели, знаете, как говорит Писание, что конец, дело лучше его начало, правда? И все благословение, оно сокрыто в конце. Ну, я, по крайней мере, вижу это в своей жизни, когда доверяешь Богу, когда идешь, даже не понимая, куда идешь, в конце видишь благословение. И мне один брат из Крыма, пастор, рассказывал, мы этой осенью были в Крыму, и остановились в церкви одной, проповедовали, и он говорит, знаешь, кому принадлежат земли, которые по побережью? Я говорю, не, не знаю, он говорит, верующим. Я говорю, как так? Он говорит, ну, в 80-е годы, когда Советский Союз был, когда коммунизм был, он говорит, верующих гнали с работы, их притесняли, их не брали куда-то там на хорошие должности, увольняли по первой причине. И они, говорят, они начинали, ну что, работы нету, не берут никуда, что они начинали делать? Они начинали помидорчики растить, продавать их, семечками где-то торговать, где-то что-то у них, и они стали жить богаче, они на зарплату стали жить, понимаете? Люди все на зарплату, все нормальные люди жили на зарплату, а верующие, которых гнали, гнобили, они стали каким-то бизнесом, жить надо, семьи большие, кормить нужно, и они стали бизнесом заниматься, выращивать что-то у себя на огороде, продавать это, и знаете, деньги стали появляться у них, и они стали скупать вот эти земли на побережье. А потом все, как бы Советский Союз спал, земли подорожали, и они сейчас самые богатые люди у них, у них все побережье, их верующих почти. Вот, я думаю, Господи, вот если бы знать, да, мы иногда живем так и думаем, смотрим на кого-то и думаем, Господи, ну вот если бы я только знал, да, я бы акции Газпрома бы купил, да, если бы вот я только знал. И так удивительно, что все время ты в последний момент, уже все, время ушло, и ты думаешь, ну как же так, вот что-то же внутри подсказывало, что сделай так. И все время как будто бы не успеваешь. Но я верю в то, что в Бога, Бог все делает во благо для нас, аминь, нам. И это возможно только, знаете, когда? Когда ты в отношениях с Ним. И сегодня на самом деле проблема большая в церкви. Мы слышим Слово, мы принимаем и говорим, аллилуйя. Сергей Владимирович сегодня про Николая Третьего рассказывал, и про вот эту работу, которую он проделал. Транссибирская магистраль, это же на века, на года. И охота что-то после себя оставить. И когда приходишь в церковь, слышишь Слово Божие, оно тебя вдохновляет, и думаешь, ну все, все, я на братский выезд приеду, да, на братское служение 23-го числа. Я все, я приду, еще у соседа приведу, пускай вдохновляется. А если еще и будут проповедовать правильные люди, да, но в церкви проповедуют всегда правильные люди. Аминь. И я тогда еще кого-то с собой возьму. И что обычно происходит? Поехал, пошел, и думаешь, вот знаете, вот этот огонь утихает где-то, и ты думаешь, ну ладно. И у нас проблема действительно, знаете, в чем? Перейти от слов к делу. Скажите, где теряется вообще вот связь вот эта вот? Как думаете в этом предложении? Перейти от слов к делу. Связь где теряется? Не поняли вопрос? Я вам подскажу. Она теряется. А кто, знатоки русского языка есть? То есть буква К, это что? Это предложение? Как часть речи? А? Предлог. Да. Сейчас вы проповедь мою просто в другое направление уйдете. Это предлог, да? Буква К, это предлог. Ну а там уже больше, более смысл. Где эта женщина? Вот она сидит. Мы потом разберем после служения. И смотрите, буква К, она теряется смысл вот в этой букве К. Знаете, перейти от слов, куда, друзья мои, к делу? У нас вот эта буква, и мы вдохновились словом. Аллилуйя, слава Богу. Сергей Владимирович руку пожал. И мы, знаете, все хорошо. Вышел, и у тебя. А перейти от слов и к. К-к-к-к-к-к-к. К-к-к. Да, короче, и все. И знаете, до дела не дошло. Так вот, чтобы дошло до дела, первоапостольская церковь, она имела три важных части своей жизни, своего бытия. И одну часть я сегодня уже вижу здесь. Мы где, друзья мои, с вами находимся? В собрании, правда? В моей личной жизни церковь стала частью моей жизни. Я не представляю свою жизнь без церкви. И мы с вами еще раз прочитаем Деяния 2 главу. И мы прочитаем только, наверное, один стих. И они постоянно пребывали. Друзья мои, где они пребывали? Вместе скажем, да. Они пребывали в учении апостолов. Потом, где они были еще? В общении и преломлении хлеба. И что еще они делали, друзья? И они пребывали в молитве. Давайте вот этих три столбак, или столба, да, или три, или такое одно мощное основание мы еще раз прочитаем. И они постоянно пребывали в учении апостолов. Сейчас, ну, я на роль апостола не тяну пока, да, это Господу решать, да, но мы пребываем здесь, друзья мои, в атмосфере ученичества. Мы находимся в собрании, в церкви, и мы учимся сегодня с вами тому, что написано Библией, к чему нас учит Бог. И они постоянно пребывали в учении апостолов, еще где они были, в общении и преломлении хлеба. Что это, по-вашему, такое? Это причастие, друзья мои. Это Евхаристия. Это то, когда мы вкушаем хлеб, как тело Христово, которое Он разломил, которое Он раздал, расточил, для того, чтобы мы, вкушающие это тело, имели жизнь, имели общение. Если имеете общение, то кровь Иисуса Христа, она что делает? Она омывает нас. И они еще пребывали в молитвах. Кто из вас любит молиться? А честно поднимите. Я, знаете, я не молитвенник, и мне сложно долго молиться. Но когда я понимаю важность, когда вот это вот сверхъестественное приходит в мою жизнь, я понимаю, что если я буду прилагать усилия, если я буду больше молиться, Бог будет больше говорить в мою жизнь, Бог будет больше действовать через меня. И, знаете, и ты молишься. Я помню, на одном из служений за брата молился и молился, и на языках молился, и все. И он потом ко мне подходит и говорит, знаешь, брат, ты вот молился за меня. И говорит, и ты такие слова вот просто сказал прямо в мою жизнь. И я вот понял, что мне вот это нужно изменить. Но я вообще не помню, что я такие слова говорил. Я просто молился на языках за него. Но он, знаете, Бог ему дал слово знания, и он просто принял это слово. Я думаю, Господи, мы так иногда боимся молиться. Мы так иногда, у нас времени не хватает. Мы говорим, да, Господи, благослови, и побежали. Но ученики, можно вернуть этот текст? Они пребывали... Они пребывали в учении апостолов. Они пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Я хотел бы вам еще один текст. Ну, может, кто-то из вас скажет, ну, это слишком просто, мы все это знаем. Ну, знаете, мы это все знаем, но почему-то мы это не используем в жизни. Правда? Ну, так или нет? У нас, знаете, мы в одном можем быть сильны, а в другом... Ну, и знаете, мы на что это списываем? Говорим, ну, у нас другие таланты, у нас другие дары. Вот они, да, молитвенники. Вот те люди, которые собираются вот внизу, они молитвенники, а я туда не пойду. Я вот лучше послушаю проповедь, стулья расставлю, или, может быть, чай поднесу, или, может быть, просто посижу. Но я хочу вам сказать, нам нужно усиливаться абсолютно по трем этим сферам. Нам нужно пребывать в общении, нам нужно пребывать в собрании, да? Если есть библейская школа, если есть миссионерская школа, я хочу вам сделать вызов. В этих школах учатся не только выпускники репцентров или еще что-то. В этой школе должны учиться все мы. Аминь? Аминь. Аминь. Друзья мои, если мы это не примем в свое сердце, мы по-прежнему будем хромать на одно колено. Мы по-прежнему будем ослабевать то там, то там. Но когда первоапостольская церковь, она усиливалась в молитве, когда она пребывала в общении и в учении, когда они преломляли хлеб и вспоминали о жертве Иисуса Христа, когда они пили это вино, как кровь Иисуса Христа, которая перетекала в них, они приобретали силу Духа Святого. Написано, что были чудеса, знамения. И Бог ежедневно прилагал спасаемых. Аллилуйя. И тогда, знаете, сейчас смотрю, мест нет свободных, даже люди на подоконниках сидят. Слава Богу. Сергей Владимирович, у меня есть хорошая проповедь про подоконники. Но это не про эти подоконники, а про те, которые внизу. Правда? Вот. И смотрите. Еще одно местописание я хочу прочитать. Это первая книга, это первая царств, 30 глава, 7-8 стих. Всегда наши принципы, они будут атакованы. Правда? Ваши принципы пытается кто-то атаковать в жизни? Соседи, я не знаю, пытаются? Ну вот как-то они, принципы ваши, раскачать. Я вчера, знаете, пришел в Мегу. Дети у меня есть захотели. Я думаю, надо покормить. Зашел в кафе в одно. И у меня Варвара. Я приехал с двумя детьми. У меня их трое. Взял самого маленького и среднюю дочку. И, знаете, вот думаю, проверю силы свои. Вот сможем мы самостоятельно без мамы двигаться? Или нам всегда с мамой двигаться? Да не, я шучу. Я, правда, приезжал на день рождения к маме. И, ну, в общем, нас не обслужили в одном ресторане по причине того, что Варвара пришла с бутербродом с другого кафе. Этот бутерброд приобрела. И нам отказали. Я сижу, говорю, я многодетный отец. У меня даже документы есть. Вот. И вы мне отказываете, как бы, не стали меня обслуживать. Ну, и, знаете, я что-то обнаружил в себе, что, оказывается, мои принципы начали качать. Я же христианин, я же пастор. Мне же в воскресенье проповедовать церкви. Ну, мои принципы, вы знаете, вот эти официанты, они начали качать. Я позвал администратора. Администратора тоже ножку одну у меня выбило. И я думаю, ну, сейчас я вам устрою. Думаю, сейчас вы узнаете помазанника Божьего. Думаю, сейчас я вам здесь такое сделаю. А потом сел, знаете, отдышался, успокоился. Думаю, вдруг они завтра в церковь придут, думаю. Думаю. И, знаете, и вот эти принципы. Вот немножко терпения, правда. Нам не хватает немного терпения. Первая книга царств, 30 глава, 7-8 стих говорит. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего. И сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне Ефот. И принес Авиафар Ефот к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчища? И догоню ли их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. Вы помните эту историю, когда враги сожгли секилак и забрали всех женщин и детей? Когда мужчины все, они были на конференции, знаете, они, они, аллилуйя, прорывались, да? Ну, там на войне были, я так образно говорю. И, ну, когда они вернулись, город был сожжен огнем. И всех родных и близких увели в плен. И, ну, знаешь, сегодня твои принципы пытается кто-то раскачать. Есть три принципа, на которых нужно строить, важно строить свою жизнь. Мы веровали в Бога, мы приняли Иисуса Христа в свою жизнь. Но есть три принципа. Нужно пребывать в общении апостолов. Нужно пребывать в преломлении хлеба. И нужно иметь молитву. Иметь молитву, чтобы эти три основных части, они просто пребывали в твоей жизни. Чтобы это были, вот знаете, сегодня часть моей жизни, да, это церковь. Вот чтобы эти три принципа, они были часть твоей жизни. Насколько это важно. Кто-то пытается сжечь твой город. Кто-то пытается раскачать твою семью. Кто-то еще приносит какие-то огорчения. Но Давид, он окрепился надеждой. Отдел ей фото, и он попросил к Богу и сказать, догоню ли? Бог сказал, догонишь. Верну ли? Вернешь. И сегодня, друзья мои, замечательное время поправить эти принципы, вспомнить о них. И перейти от слов к делу. Каждый день молитва, общение. Если вдруг на какой-то домашней группе тебя огорчили, знаешь, ты огорчился только по причине того, что хотел огорчиться. Если бы ты хотел простить, ты бы простил. Сегодня есть время поправить твои принципы, истинные, вечные принципы, которые пройдут через года, которые пройдут через тысячелетия и будут передаваться детям, внукам, правнукам. Аллилуйя. Аминь. Друзья, и мы с вами помолимся об этом. Я бы хотел перед тем, как мы будем молиться, прочитать еще один текст. Это Псалом 50, 12-14 стих.